Всем привет, это канал Science Daily, новости науки и космоса. Китайский марсианский орбитальный аппарат Тяньвэнь-1 прислал потрясающий снимок марсианской луны Фобос в честь второй годовщины запуска аппарата. Тяньвэнь-1 сделал снимок с помощью камеры высокого разрешения, того же прибора, который использовался для съемки зоны посадки марсохода Джуронг. Во время съемки марсианский орбитальный аппарат Тяньвэнь-1 находился на расстоянии около 5000 километров от Фобоса, который является большей из двух лун Красной планеты. Для съемки Фобоса специалистам миссии пришлось изменить ориентацию аппарата Тяньвэнь-1, а также подобрать точный момент, который обеспечил с одной стороны близкий пролет, а с другой стороны хорошую освещенность луны Марса Солнцем. Разрешение снимка составляет 50 метров на пиксель, и на поверхности спутника отчетливо видны прямые линии, которые, как предполагают ученые, образовались после столкновения Фобоса с астероидом. Тогда во время столкновения были выброшены тонны горных пород, и катящиеся волны создали параллельные борозды. На снимке, опубликованном Китайским национальным космическим управлением, также хорошо виден кратер Эпик. Он был назван в честь эстонского астронома и астрофизика Эрнста Эпика, который выдвинул теорию о существовании облака источника кометы ледяных объектов далеко за Плутоном, известным сейчас как облако Эпика Оорта. Инструментально существование облака Оорта не подтверждено, однако многие косвенные факты указывают на его существование. Космический аппарат Тяньвэнь-1 был запущен 23 июля 2020 года и недавно завершил свою основную научную программу, включая картрирование всей поверхности Марса. Он прислал на Землю множество восхитительных снимков Марса и теперь продолжает свою работу в рамках расширенной научной программы. Орбитальный аппарат отправился к Марсу вместе с марсоходом Джуронг, который высадился в равнении Утопия на Марсе в мае 2021 года. В настоящее время марсоход переведен в спящий режим, поскольку в северном полушарии Марса сейчас зима и марсоходу на солнечных панелях не хватает энергии для полноценной работы. На канале Science Daily вы найдете короткие и емкие новостные выпуски обо всем, что происходит сейчас в мире науки и космоса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok